Привет всем из Токио! Сегодня в этом видео мы с вами отправляемся в императорский отель. Посетим закрытую продажу люксовых товаров для вип-клиентов. Ювелирные изделия, часы, украшения, сумочки. Очень дорогая посуда японского, европейского производства. Посмотрим вместе с вами, что представлено. Посетим шикарный ресторан в императорском отеле. Посмотрим, как готовит повар. Расскажу вам, как обстоят дела с брендом Rolex в Японии. Покажу, что купила в этот раз. В бьюти-части этого видео сегодня вы сможете увидеть укладку волос. Также покажу вам помады. Продегустируем вместе с вами мой любимый японский чай, сладости. Приятного вам просмотра! Итак, друзья, сейчас я собираюсь и решила как раз вам показать быструю укладку буквально за 5 минут, которую я делаю каждый день. Вот такие у меня две плойки. Очень хорошие, пользуюсь ими много лет. Чаще всего я использую вот этот вариант 32 мм. Притом здесь есть как плойка для накручивания, а также и утюжок для выпрямления волос 2 в 1. А это плойка для накручивания волос 26 мм. Поменьше, моментально нагревается. Можно регулировать температуру. Несколько режимов. Я выставляю средний вариант. Для тонких волос рекомендуют использовать более низкую температуру. А для жестких и непослушных волос можно выше. Посмотрите, как моментально происходит процесс укладки. Держу буквально несколько секунд. Предварительно вот таким образом проглаживаю пряди пару раз и у волос появляется блеск. Очень красивый. Предварительно я не использую никакие средства для укладки волос. Использовала шампунь, кондиционер. Японские мои самые любимые средства я вам показывала уже в видео. Ссылку на это видео оставлю на экране. О самых любимых средствах. Прошло несколько лет, но ничего не изменилось. По-прежнему я использую те же самые уходовые средства для волос. Мне очень нравится. Летом чаще от марки Dr. Silabo. Шампунь, кондиционер для придания объема. Волосы легкие, воздушные, блестящие. А осенью, зимой использую средства от Kobayashi. С церамидами, без силиконов. Для объема, блеска волос. Чем дольше ими пользуешься, тем волосы становятся лучше. В осенний, зимний сезон чаще я использую другую плойку. 32 мм локоны получаются более объемные. Но летом в Японии очень высокая влажность. И такая укладка долго не держится. Очень жарко, влажность. Поэтому летом я использую вот этот вариант 26 мм. Постепенно локоны все равно, конечно, в такую погоду немного опадают. И получается как раз в самый раз. Очень красивая укладка. Дождливая погода, влажный климат. Рекомендую вам использовать 26 мм. Абсолютно не пережигает волосы. Я использую каждый день на протяжении многих лет. Температура от 150 до 190 градусов. Плойку и утюжок 2 в 1. 32 мм я всегда использую осенью, зимой. Локоны получаются более объемными. Также в этой линейке от японского бренда Crazy On есть плойки разного диаметра. Можно выбрать. Итак, посмотрим, что получилось. Я сейчас накручивала волосы, даже не глядя в зеркало. Передо мной только маленький экран камеры. Вот такая вот получилась укладка, друзья. Она немного распустится еще. Опадет, конечно, потому что еще по-прежнему влажность. Очень высокая в Японии. Но это как раз тот результат, который мне будет нужен. Для повседневного образа. Сейчас в моде более небрежная укладка. Поэтому получится как раз в самый раз. Если вы живете в странах, где влажный климат или в дождливые дни, например, используйте плойку диаметром меньше. Для придания объема в конце укладки иногда я беру буквально 3-4 верхние пряди по бокам и сзади. И накручиваю еще раз от лица. Получается прическа более объемная. В конце я обычно использую лак для волос в минимальном количестве, только на передние пряди. С такими плойками не рекомендуют использовать фиксирующие средства, так как может повредиться покрытие. Чтобы пригладить непослушные волоски, я использую вот такое средство. Давайте возьму зеркало, чтобы все-таки видеть, что я делаю. Обычно я укладываю волосы в ванной комнате, но сегодня для видео переместилась в комнату. По дизайну похоже на тушь для ресниц с щеточкой. Очень удобно пользоваться. Наносить нужно минимальное количество, особенно когда оно свежее. Чтобы не утяжелить волосы, не сбить объем, приглаживает торчащие непослушные волоски и имеет легкий фиксирующий эффект. Вот такая быстрая повседневная укладка получилась, друзья. Волосы блестящие, живые, красивые. Помада сейчас была на мне от японского бренда Суку. Та, которую я вам показывала в прошлом видео. Вот такой вот оттенок. Номер 02. Теплый персиково-коралловый цвет. Полуматовое покрытие, увлажняющее, скользящее по губам. Губы смотрятся очень гладкими, напитанными, сочными. Но в то же время цвет практически матовый. Помада без запаха, без вкуса, насыщенные оттенки, очень хорошие. Ссылки, где можно приобрести помады, такие плойки я оставлю внизу под видео, на магазин с международной доставкой. Открывайте, смотрите, в какие страны сейчас есть доставка из Японии. Такие плойки подойдут для всех стран. Можно брать и с собой в путешествия, так как они рассчитаны от 100 до 240 вольт. Только для некоторых стран нужно будет купить переходник, подходящий под розетку вашей страны, где вы живете. Они есть и в этом магазине. Также, я думаю, в любом магазине электротоваров вы сможете найти. Это плойка 32 мм. Видите, как она интересно открывается. Здесь и утюжок. Также можно закрыть замочек и использовать для создания локонов. Я уже переоделась. Я хотела вам показать еще один вариант помады. Вот Суку, матовый, самый популярный сейчас в этом бренде. Немного припудрила губы, чтобы оттенок передавался лучше. Очень красивые флаконы, черные с приглушенным золотом. Цвет номер 02. Это припыленная роза, но не слишком светлая и достаточно насыщенная. Матовые оттенки, хорошая стойкость у них. В последнее время, вот таким образом, часто наношу помаду, вбивающими движениями. Если оттенок яркий, красиво смотрится. Я использую два оттенка. Давайте покажу вам их. Номер 02, который я использую сегодня. Припыленная роза. Приглушенный, не слишком яркий, ну и не светлый цвет. А еще один оттенок номер 11. Он посветлее. Тоже приглушенный, бежево-розовый, холодный оттенок. Какие-то неровные у меня сочи получились. Здесь, прошу прощения, ну я думаю, вам видны цвета. На губах они будут смотреться, конечно, светлее, чем на руке. Можно нанести, конечно, более плотным слоем. Цвета будут смотреться еще более насыщенными. Очень хорошее качество, хорошая стойкость. Я часто вот таким образом промакиваю губы салфеткой. И тогда помада не оставляет отпечатков на бокале. Не размазывается, даже если надевать маску. Тоже они не имеют ни запаха, ни вкуса. Не сушат губы. Итак, образ дня сегодня. Я надела платье летнее. В Токио еще жарко. На этой неделе больше 30 градусов было. И сейчас мы с вами отправляемся в императорский отель. Находится он недалеко от станции Хибия. Рядом Хибия парк, императорский парк. Очень красивая цветочная композиция при входе. Империал-отель старый, немного старомодный, я бы сказала, по дизайну. Но здесь есть очень хорошие рестораны. Сегодня мы с вами в один из них заглянем. Посмотрите, Такашимая, небольшие магазинчики от известного Department Store, японского универмага. В предыдущем видео как раз мы с вами были в Такашимая. Здесь магазин подарков, посуду можно увидеть. Посмотрите, какие красивые стаканы. Вот это вот даже не знаю, что. Я бы использовала для салата. Свадебные салоны. А мы с вами сейчас идем на закрытую продажу от Такашимая для VIP-клиентов. Посмотрите, что здесь продается. Вот такие вот тарелки, расписаны вручную. Это дерево, покрытое лаком. Вот известных японских мастеров. Техника покрытия лаком у Руси зародилась в Японии около 6 тысяч лет назад. Посмотрите, какие красивые рисунки. Самая известная техника у Руси. Ваджима Нури. Невероятный блеск. А это дзюбаку. Специальная коробка для новогодней праздничной еды. Цены очень высокие. Здесь представлены произведения искусства. Посмотрите, какие рисунки. А это специальная ваза для ароматных палочек. Такая черная небольшая вазочка стоит примерно 5 тысяч долларов. А побольше с изображением храма больше 10 тысяч долларов. Цена Чозо Ямамото. Изготавливает посуду даже для императорского двора в Японии. Рисунок на фарфоре наносится вручную. А здесь представлена посуда от европейских брендах. Это Херенд. Очень известная венгерская марка. Такая ваза с драконом. Больше 2 тысяч долларов. Сова, статуэтка. Посмотрите. Тарелочки. Это все расписано вручную. В таких брендах бывает тоже разное нанесение. Если расписано полностью вручную, то цена, конечно, становится сразу выше. Испанский известный очень бренд. Аксессуары для дома, декоративные скульптуры, статуэтки из фарфора. Даже дарма из фарфора продается. Примерно 350 долларов стоит. Ручная работа. А здесь старвоз. Это тоже из фарфора, как я понимаю. Микки Маус и даже Снупик тоже здесь присутствуют. Настольные лампы тоже от этого бренда. А это Майсен. Конечно, коноры всех этих известных брендов есть в Универмаге, в Такашимае и в других департмент-сто. Возможно, здесь представлены некоторые эксклюзивные произведения. Вот такая ваза. Чашки продаются везде. Мне нравятся вот такие с розами, с фруктами. Тоже очень красивая цена. Она зависит от росписи. Посмотрите, что я увидела. Это сумки из дерева. Японское производство. Первый раз вижу. Они не очень тяжелые, кстати. Вот так называется марка Кинукабан. Ки по-японски это дерево. Кабан это сумка. Поэтому так и получается. Название бренда переводится как сумки из дерева. Вот такой интересный дизайн разный. Они не тяжелые. И вполне их можно использовать по назначению. Очень интересный вариант. Необычные. Есть разные формы, модели. Вот такая вот маленькая. А здесь различные эксклюзивные варианты сумок. От известных брендов представлены как обычные варианты. Также и сумочки из дорогих видов кожи. Известные бренды. Вот, например, Диор. Мне нравятся матовые варианты. В Фенде сегодня представлена культовая модель сумочки Пикабо. В дорогой коже крокодил. Желтый цвет очень красивый. Есть еще вот такая лакированная черная. И самая дорогая Капхималайо от Эрмес. Кожа крокодила с градиентом. Из жемчужно-серого к белым. Из кожи страуса и обычные варианты сумочек. Также были представлены. Много разных брендов. Я не стала углубляться. Так как их можно увидеть в любое время. В принципе, в любом бутике или в department store. Сейчас мы с вами смотрим украшения. Это Mikimoto. Японский бренд. Вот такой вот эксклюзивный вариант. Ожерелье с жемчугом и с танзанитом. Понравились мне золотые серьги с бриллиантами. Очень красивый бренд японский. Называется Nobuco eScikavo. Редко можно увидеть в продаже такие изделия. В этом бренде нет обычных линеек. А только вот такие вот варианты. Можно сказать, произведения искусства. Посмотрите, какая брошь. Венеция. И море, город, мостики, гондолы. Все это из золота, с камнями. Вот такой вот вариант. Тоже это типа брошки. На карман надевается. Тоже это ювелирное изделие. Цена примерно 8 тысяч долларов. Милый котенок с зелеными глазами. Изумруды. А это граф. Конечно, известнейшие бриллианты от граф. По 10 карат. В форме сердца. Квадратные. На этом стенде даже нет цен. Нужно уточнять. А это 5,5 карат. Написано желтые бриллианты. Это самые известные бриллианты в граф. Самые популярные желтые бриллианты у них. Бушерон. Один из моих любимых французских брендов ювелирных. Коллекция очень красивая. Называется Бандом. А это уже другой вариант. Натуральные цветы, листья. Очень красивое ожерелье. Кольца интересные, конечно, здесь тоже. Вот это с танзанитом. Синий-фиолетовый камень. Стоит оно больше 100 тысяч долларов. Сейчас многие бренды цены поднимают в Японии. Так как сейчас низкий курс японской иены. Не знаю, бушерон поднимали. Нет. Вот такое колечко мне понравилось. С бриллиантами и черного цвета. Забыл название. По-моему, Оникс. Обрамление такое. Вот это кольцо очень интересное. Посмотрите, огромный камень. Берил. Светло-оранжевого, персикового цвета. Но это не в моем стиле, конечно, украшение. Слишком массивное. Но посмотреть интересно, как на произведение искусства. Дизайн, конечно, очень красивый. Это часы. Бренд Шапарт. Я как раз смотрю сейчас себе часы. Хотела купить новые на кожаном ремне. Внутри циферблата. Видите, плавающие бриллианты. Такая серия в Шапарт называется Хаппи Дайму. Счастливые бриллианты. Потому что они не закреплены и свободные плавают. У меня есть несколько изделий из этой серии. Бывают и кольца, и серги, и часы. С левой стороны как раз мои старые часы лежат. Такие еще есть варианты. Тоже Хаппи Дайму. Мне больше нравится в золоте. Или комбинированный на металлическом ремешке. Мне хочется. На кожаном ремешке у меня есть одни часы. Приходится постоянно менять. Примерно раз в два года я покупаю новый ремешок для них. Вот такой вариант. Пишите в комментариях, как вам нравится. Тоже со свободными, счастливыми, плавающими бриллиантами. Комбинированный вариант. Достаточно большой. Я думаю, что 36 миллиметров. Это модель с желтым золотом комбинированной. Мне больше нравится с розовым. Этот вариант тоже красивый. По кругу еще бриллианты. Стоят они примерно 20 тысяч долларов. Сейчас. А это Кортье. Давайте посмотрим. Мне здесь тоже нравится одна модель. Покажу вам ее сейчас. Какой интересный браслет на часах. Как маленькие жемчужинки из металла. Не видела никогда таких. Вот. Это модель, которая мне нравится больше всего. Обычно она продается с белым циферблатом. А здесь представлена с розовым золотом. Интересный вариант. С белым мне тоже, в принципе, нравится. На металлическом ремешке есть и на кожаном справа. Здесь огромный временный бутик Кортье построили. Буквально на два дня. Пока проходит это VIP-продажа. Но консультанты были все заняты. Поэтому в этот раз мы с вами не посмотрели ничего от Кортье. Но в следующий раз я вам обещаю. Посмотрим еще ювелирные украшения и часы в других видео. А сейчас мы с вами отправляемся в ресторан. Который расположен на 17 этаже. В этом же императорском отеле. Посмотрим вид из окна. Первый империал-отель был построен в 1880-х годах. А это уже третье здание, построенное в 1968 году. Меню цены можно посмотреть при входе. Это ресторан опять из серии Тепан Яки. Когда шеф-повар готовит перед гостями на раскаленном Тепане. Мне нравится кухня в таких ресторанах. Поэтому мы часто с вами бываем здесь в видео. Вот такой здесь огромный Тепан. Посмотрите. Также по бокам есть столики около окна. Для тех, кто не хочет сидеть за стойкой. А это фарточек. В таких ресторанах предлагается надевать гостям. Чтобы ни в коем случае ни капелька масла не попала на одежду. Белое вино. Шабли. За вас, мои дорогие. Давайте посмотрим, что здесь подают на обед. Суп с мини-круазаном. Посмотрите, какой он маленький. Даже сложно разглядеть. Консуп. Суп-пюре из кукурузы с воздушной пенкой. Морепродукты. Омар. Хотате. Это морской гребешок. А сейчас повар готовит чипсы из чеснока. Много раз вам показывала, как это делается. Тонко нарезанные дольки чеснока. Обжариваются в масле. Салат. Вот такой вот интересный. Это яйцо, наверное. В ресторанах Тэп Паньяки принято есть палочками. Но если вы не умеете есть, можно, конечно, попросить вилку с ножом. Марамурную японскую говядину будет готовить сегодня шеф-повар Куро Ге Вагю из префектуры Кови. Покажу вам, как готовят лобстеров. Омаров в Японии повар вот таким образом достает и нарезает кусочками, чтобы было удобно есть. То есть, гостям не нужно мучиться. И не страшно заказывать такие блюда. Я помню, как-то в Италии я заказала пасту с омарами в томатном соусе. В Италии вот так вот не достают внутреннюю часть у креветок. И, конечно, вы можете себе представить, как сложно было есть эту пасту. Тем более, я была в белом платье. А в Японии, видите, можно не волноваться и заказывать смело такие блюда. Все очень удобно, нарезано на мелкие кусочки. Очень хороший сервис в этом ресторане. Повар приятный. Все невероятно вкусно. После такого обеда, конечно, ужинать сегодня уже не буду. Красное вино на Павале. Калифорнийское Каберне Савиньон. Прекрасно подходит к мясу. А повар готовит муяще. Это пророщенные ростки бобов. Хорошо сочетаются с мясными блюдами. Вот такое вот блюдо получилось. Здесь мясо, ростки бобов, муяще, грибы, еще панкейки из кукурузы. Кукуруза смешанная с тестом, обжаренная. Чипсы из чеснока, из приправ. Свежий черный перец, крупная морская соль. Рис. Японские соленья. Уми-боши. Это слива соленая. И небольшой мисо-суп. А это соусы. Можно добавить мелко натертый дайкон. Такое название соуса будет уроши понт. Также васаби. Очень вкусно. Приятного аппетита, друзья. Еще мне нравится такое сочетание с чесночком и с солью, например, с перцем. Японская говядина тает во рту. Мягчайшая. А сейчас повар готовит гарик райс. Рис с чесноком. В таких ресторанах, как паньяки, можно выбрать либо белый рис, либо рис с чесноком. Кому что нравится. Мне нравится рис с чесноком. Но сегодня я заказала белый рис. Потому что еще время обеда. День впереди. А далее нас ждет десерт. Подается он в другой комнате в старинном интерьере. Посмотрите, какая у нас с вами красота сегодня на десерт. Вишня, шоколад, мороженое. Такое сочетание одной из моих самых любимых. Пишите комментарии, как вам понравилось в императорском отеле. Но мы с вами немного прогуляемся. Здесь рядом район Юракчо. И пешком минут за 10-15 можно дойти даже до района Гинза. Императорский отель состоит из двух зданий. Главное здание и второе, где располагается тоже много разных ресторанов. Магазины. На первом этаже, по-моему, даже здесь Шанель есть. Давайте пройдемся, посмотрим. Называется императорский отель Плаза. С 1880-х годов отель уже перестраивался два раза. А этот комплекс зданий был построен в 1968 году. Да, бренд Акрис. На первом этаже и Шанель ювелирные украшения. А сейчас мы с вами в районе Юракчо. Это многоэтажный магазин Департмент Стоя Хан Кью для мужчин. Продаются товары только для мужчин. Как-то мы с вами здесь были. Посмотрите, какой интересный магазин. Это уже в районе Гинза. Немного подальше я прошла. В переулках необычные вещи для интерьера. Вижу здесь и Бульдогов, и Мерлин Монро, и Шанель. Картины в виде кредитной карты Американ Экспресс Блак. Леопарды с ожерельями, ангелы с сигарой. А вот этот внизу, знаете, кого мне напоминает? В известном сериале про наркодилеров. Как раз недавно его смотрела Эль Чапу. Похож, да? Пишите в комментариях, кто смотрел эти сериалы. Я сначала посмотрела сериал Нарко про Павла Эскобара. Это колумбийский сериал. Потом еще посмотрела продолжение. И про Эль Чапу. Еще недавно вышло продолжение сериала. Лучше звоните Солу. Самые последние серии. Ждала его. Пишите в комментариях, смотрели вы, нет. Если вы не смотрели, лучше звоните Солу. То сначала нужно обязательно посмотреть во все тяжкие сериалы. Это один из самых моих любимых сериалов. И они переплетены между собой. Поэтому нужно сначала смотреть во все тяжкие. Пишите в комментариях, какие сериалы нравятся вам. Что еще рекомендуете посмотреть. Может быть именно то, что вы напишете, я не видела. С удовольствием бы посмотрела. Ну, секс в большом городе, я думаю, все знают. Несколько месяцев назад вышел еще один сезон. Сейчас мы с вами рассматриваем витрины японского бренда. Посмотрите, дальше был магазин Max Mara Weekend. Его закрыли. Ничего себе. Недалеко здесь есть бутик Max Mara, первая линейка. А Max Mara Weekend, что-то даже не знаю, может быть они куда-то переехали. Нужно будет посмотреть. Ну что ж, друзья, немного с вами прогулялись. В районе Гинца очень много разных бутиков. Практически все всемирно известные бренды здесь есть. И на главной улице, и во всех переулках. Сплошной шопинг, рестораны. Много всего интересного здесь можно найти. Привет всем еще раз. Сейчас у нас с вами будет очень люксовая распаковка, судя по пакетику. Расскажу вам, как обстоят дела со швейцарскими часами от Rolex в Японии. Но, как вы уже, наверное, видите, судя по витрине, продажи нет ничего. Заглянув в бутик, можно увидеть периодически 1-2 варианта золотых часов. В менее популярном, в самом маленьком размере. Ну и те очень быстро продаются. Ба-ба-ба-бам, друзья. Мне повезло, можно сказать. И консультант меня, наверное, причислила к благонадежному клиенту, который не побежит перепродавать часы на следующий день. Но это так и есть, конечно. Я хотела купить эти часы еще в начале лета. И я особенно не интересовалась, есть ли они в наличии, нет. Но я знала, конечно, что есть особо популярные модели мужских часов. И что их очень сложно купить. Но придя в магазин, я увидела абсолютно пустые прилавки. Так как вы видели на видео сейчас, в Японии никакой очереди, никакой записи нет. И оставалось только периодически заглядывать в магазин и надеяться на чудо, что я и сделала. В Японии можно, конечно, купить Rolex. Их очень много продают. В дискаунт в магазинах, в комиссионках. Можно найти и новые, и БУ, и самые популярные модели. И сумки от Hermes тоже здесь продаются в огромном количестве. Любого цвета, любого размера можно купить в комиссионных магазинах. Стоят они дороже, конечно, чем в бутике. Но в бутике, как вы знаете, их тоже приобрести не так легко. Но я не хотела покупать со вторых рук в комиссионном магазине. В общем, я периодически заглядывала в Rolex в разных магазинах. И практически каждый раз видела вот такую вот картину. Снимать внутри нельзя. Поэтому только один кадр при входе сняла на видео, чтобы показать, какая обстановка и насколько серьезно делала. Во всем мире сейчас сложно купить Rolex. Итак, какие я выбрала часы? А часов-то и нет. Одна коробочка только. Я их надела сразу в бутике и уже ношу. Показываю вам, что выбрала. Это классическая модель. Называется Dayjust. Я выбрала 31 мм. Размер? Они производятся 28 мм. Это считается женские 31, 36 и 41 мм. Это мой уже второй Rolex. Первый такой же модели, только в маленьком размере. И сейчас такой маленький размер уже не очень актуален. Они уже старые, поэтому мне захотелось вот такой вот размер побольше. Водонепроницаемые часы и механизм здесь с автоматическим подзаводом. Раз в неделю нужно их заводить. Это классическая модель. Была создана еще в 1945 году. Окошко-лупа с датой. Первым такой дизайн сделала именно Rolex. Много разных вариантов дизайна. Можно выбрать браслет. Например, полностью золотое, желтое золото или розовое золото. Оно называется Evo Rose. Оно самое новое в этом бренде. Есть еще полностью из белого золота. Я хотела либо полностью розовое золото, Evo Rose. Либо вот такое вот комбинированное золото с металлом. Поменялась застежка с короной. Раньше в старых моделях замок был полностью гладким. А сейчас как продолжение браслета. Очень красиво. Также можно выбрать цвет циферблата. Я отдавала предпочтение в первую очередь розовое золото. Либо любой цвет светлый. В этой модели цвет серебро. Но он так красиво переливается. То цвет шампанское, то отдает в розовый. В пасмурную погоду кажется очень холодным, серебряным. Различные виды базеля. Я предпочитала вот именно такой рифленый. Это классика в бренде Rolex. Также можно было с бриллиантами. По кругу, конечно, тоже красиво смотрится. Внутри немного бриллиантов, где цифры. И в целом мне очень понравился вот этот вариант, который вынесла мне консультант. На витрине их не было. Предварительно она меня долго расспрашивала, что именно я хочу, какого цвета. Видимо так, что если она вынесет, то клиент уже точно будет доволен и не пойдет перепродавать часы. Здесь лежит браслет. Мне убрали в бутяке несколько звеньев. Ну вот, друзья, вот такие у меня появились новые часы. Хоть я на своем канале и не показываю ювелирные украшения. Распаковки, обзоры, но все равно вы их увидите на руке в других видео. В общем, я, конечно, очень довольна. Теперь хочу еще более спортивную модель. Одну из самых популярных. Дейтона. Если удастся купить, то обязательно покажу вам их тоже. Они вообще-то считаются мужскими, но сейчас женщины их носят. Популярная модель. Японцы даже устроили Rolex Marathon. Он называется «Каждый день заходят в бутики, чтобы попытать удачу и приобрести часы». Я так поняла, что их изготавливают очень мало. А приобрести желают многие, как вложение денег. И многие перепродают дороже. Также в Японии, кстати, очень хорошие цены. Сейчас низкий курс иены. Очень выгодно совершать покупки в Японии. И часы я приобрела даже немного дешевле, чем цены в Европе. Хотя с 1 сентября было подорожание на 7%. На все модели от Rolex. Давайте выпьем чайку со сладостями с японскими. Какие красивые сладости. Вот эти просто невероятные. Жалко даже всегда их есть. Ручной работы. Заварю чай. Чай, как всегда, мой любимый. В последнее время пью только этот чай. Луписия. Разные сорта. Есть черные, зеленые. Называется Momo Olong Super Great. Momo это персик по-японски. Чай с персиком. Ароматный. Белый персик. Цветы. Olong чай. И давайте посмотрим сладостям. Периодически меняется дизайн. Выходят разные сезонные новинки. Это арбузик. Очень вкусный. Я уже пробовала такой красный внутри со вкусом арбуза. Покажу вам потом. Вот такой вот красивый цветок. Наверное, маленькая божья коровка. Пишите в комментариях, на что похоже. На какой желтый цветок. А это салют. В Японии в конце лета обычно проходят фестивали салютов. Сейчас с пандемией не было уже несколько лет. Розовый цветок. И посмотрите, даже капелька росы прозрачная сбоку, сделанная из желе. А это явно гортензии. Букеты разноцветных гортензий. Очень распространены в Японии. Ну, а это фрукт. Какой, как вы думаете? Наверное, абрикос, да? Ну что, сейчас попробуем арбузик. И вот этот яркий желтый цветок. Посмотрим, что внутри. Чай заварился. Очень вкусный чай от этой японской марки. Луписия. Мне так нравятся. Разные сорта. Такой чай можно приобрести тоже с международной доставкой. Из Японии продаются самые популярные сорта. Я вам показывала много разных, но они действительно вкусные все. Выбирайте любые. Думаю, вам понравится. Давайте посмотрим, что внутри этого маленького арбуза. Красный цвет и даже косточки. Видите? Такие сладости называются вагащи. Внутри обычно используют пасту из протертых бобов через шелковое сито. Вот эта паста, я думаю, из белых бобов. И эта сладость, она имеет вкус арбуза. Яркие, насыщенные, поэтому, в принципе, непонятно, из чего сделана эта паста. А в желтом цветочке, что внутри, давайте посмотрим. Да, это такой более классический вариант вагащи. Тоже с пастой. Эта сладость особенно яркого вкуса не имеет. Непритерно-сладкая, но не особо ароматная, так сказать. С зеленым чаем очень вкусно такие сладости. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите комментарии. Всем здоровья, мира, добра. И до встречи на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok